Приветствую вас, давайте мы попробуем с вами рассобраться последовательно с тем, что с вами происходит. Значит, итак, не могу построить отношения с противоположным полом, во-первых, потому что после развода не могу никому довериться, это как недостаток в человеке, я воспринимаю очень критично и не готова с ней мириться. Ну, здесь надо сказать, что на возможных кандидатов для отношений вы переносите негативные черты того, с кем вы развелись, и тем самым это мешает вам воспринимать человека индивидуально, как независимого партнера. Соответственно, после развода у вас осталась серьезная травма, и эту травму нужно пролечивать, нужно проговаривать, нужно сам работать, чтобы понимать, как получилось так, что вы пришли к такому разводу, я имею ввиду, за что вы несете ответственность, за что несет ответственность мужчина, какие его слова и поведенческие алгоритмы стоит принимать на свой счет, и что из этого относится к вам, а что нет. То есть это такая вот довольно обширная работа, направленная на выявление тех паттернов, которые привели к тому, что вы сейчас имеете. Вторая причина, как только начинают строить отношения, у меня пригласил настоять человек, с которым мы давно расстались, 4 года назад. Не очень понятно, тот ли это человек, с которым вы развелись, вы здесь говорите после развода и после расставания, то, соответственно, надо бы уточнить для начала один и тот же этот человек или нет, если нет, то в какой хронологии они находятся, расположены, то есть, что было впервые, это очень важный момент, значит, вы не можете избавиться от его присутствия в ваших мыслях, и это связано с тем, что, по вашему мнению, вы можете и хотели бы от него получить для себя. А также это связано с ощущением немного мистическим, что только с ним вы будете счастливы, и только с ним у вас все будет хорошо. Вот это вот ошибка, которую допускают женщины, когда идеализируют мужчин, а то, что он в ваших мыслях присутствует, это и есть, по сути, идеализация. Но это завязано всегда на потребностях, на том, в качестве кого вы, в качестве кого и как вы воспринимаете его в своем контексте. Вы пишетесь, что хотя в реальной жизни отношения построить не сможете. Почему не сможете? Вот фрустрация у вас сейчас наблюдается, да, то есть, вы хотите построить отношения, но не можете построить отношения, и одна из реакций на фрустрацию, это апатия, и вы очень довольно-таки подробно, ясно, явно описываете свою фрустрацию, там дальше нет. Значит, я не хочу бороться, это игра в одни ворота, когда были вместе, опять же, я постоянно боролся за отношения. Так, вы не хотите бороться, это игра в одни ворота, вы не хотите бороться за что? За него, за этого мужчину, или вы не хотите вообще бороться за отношения с противоположным полом? Почему вы не хотите бороться? Что вы понимаете под борьбой, что она включает в себя? Это те вопросы, на которые вам нужно ответить, потому что у меня сказывается ощущение, что для вас отношение такое вот прям постоянное напряжение, какое-то постоянное изматывающее существование, которое не оставляет после себя никаких сил, а это не странно. Если вы просто заставляете себя быть человеком, а для чего вы, кстати, заставляете себя быть человеком, ну, надеюсь, понятно. Это для того и потому, что вам от него потянули, то есть вы через него пытаетесь оккупировать какие-то свои желания. И именно поэтому вы заставляете себя быть тем, кто, по вашему мнению, вас это удовлетворяет. То есть вы вмешаны с свободы выбора. Потому что свободный выбор, и человек, он не будет бороться, он просто будет вести себя естественно, и его естественное поведение, по сути дела, будет оцениваться другим и либо приниматься, либо нет. Но вы не только не свободны в своем выборе, вы еще и почему-то вот на неприятие вас реагируете так, что нужно обязательно, чтобы человек вас принял все-таки. А свобода выбора возможна только в том случае, если вы сами независимы, если вы самодостаточны и, собственно, ни в чем не нуждаетесь конкретно в человеке. И другого человека воспринимаете не как потребность, удовлетворение своей потребности, а как возможность себя реализовать, как возможность вкладывать что-то в человеке. То есть вы не хотите бороться, потому что понимаете, что ваше желание никто не удовлетворит. А ваше желание нужно удовлетворять самостоятельно. Значит, когда были вместе, я постоянно боролся за отношения, он все принимал как должное, а правильно, потому что он видел, что вам отношения нужнее, и, соответственно, вы стараетесь, а можем стараться ему, ему. Не хочу повторений. Да, это очень правильно, что вы не хотите повторений, но для этого нужно изменить свое отношение к мужчинам, пересмотреть свое положение в отношениях, проработать над моделью женского поведения, подумать какой мужчина вам нужен рядом с вами, и, собственно, исходя из этого, уже будет понятно, куда вам двигаться дальше. Значит, меня это унижает. Я согласен на это унижение, но надо сказать, что вы сами создали это унижение, вы сами эту ситуацию создали, и в этом нет ничего страшного, вы сейчас поняли, что были неправы, вам нужно просто-напросто немножечко изменить свое отношение к этому. Чувствуете, что очень заметена самооценка, но понимаете, что ее лезет. А с людьми нужно бороться путем, во-первых, упрямления смысла, то есть для чего и почему, то есть работать с мотивацией. Вот это вот отдельная такая вещь. Кроме того, опять же, работа самооценкой для нас это прям все такое очень тяжелое, очень такое вот изматривающее, но на самом деле работать самооценкой не так-то сложно. Просто вам нужно какие-то моменты в себе индивидуальные принять и не пытаться снизить, не пытаться уничтожить те негативные качества, которые у вас имеют. Это вот тоже очень важный момент, поэтому вы немножечко преувеличиваете сложность того процесса, который вам нужно делать. Ну и, естественно, у вас нет смысла. Вот нет смысла, ради чего это делать. А нет смысла, потому что вы воспринимаете мужчин в определенном контексте. Ужасные чувства, которые тяжело побороть. Лень. Лень – это прокстинация. Прокстинация – это довольно действительно сложный симптом, но с ним можно работать. К не подавлению, а снижению. К снижению прокстинации есть некоторые подходы. И в первую очередь это ориентация на то, что вы хотите. То есть не на то, что нужно, не на то, что надо, а именно на то, что вы хотите. Это очень важный момент. Ну и вот то, что вам лень все делать – это вот это гораздо-таки готовка к атмосферу. Если вы не видите смысла, для чего, например, вам заниматься фигурой, спортзаль. Если видите и не видите смысла, ради чего вам красиво одеваться, то откуда появится, соответственно, мотивация это делать. Диета приносит огромный стресс, потому что вы этот стресс не умеете снимать другим путем. А еда для вас – это, соответственно, удовольствие, которое вы пытаетесь заглушить свою неудовлетворенность, но это, опять же, зависимость. Зависимость от еды, получается. Значит, не могу себя смотивировать ничем. Работать над мотивацией действительно правильно. В первую очередь, убрать препятствия для того, чтобы вы прислушивались к себе. А это значит снятие определенных барьеров, которые не особо намешают вам, так что, опять же, смотивировать и начать прямо сразу что-то делать. И, прямо, почувствовать сильную мотивацию не получится, мотивация приходит постепенно через осознание, через сознание, сознание, точнее, прошу прощения. Если работа не приносит удовольствия ни морального, ни материального, хотя своей профессии, я очень люблю… Вот тоже, это противоречие здесь. Если морального удовольствия работа не приносит, значит, любовь вашей профессии чем-то обусловлена. Потому что, если бы вы ее любили, то морально удовольствия хотя бы вы бы получали. А раз так, то в этом есть определенная противоречие. Какое противоречие, нужно разбираться. Далее. Из-за низкой зарплаты не хочет еще напрягаться, так как усилия не оправданы. А, действительно, если у вас нет возможности уехать в другой город и сменить работу, хотя, почему, опять-таки, вы… Почему вы увязываете смену работы с переездом в другой город? Не очень понятно, но, тем не менее. Вам нужно просто учиться, адаптироваться к ситуации для начала. И понимать, что, если, например, у вас нет возможности именить работу, но у вас есть определенный уровень усилий, которые вы можете… которые вы тратите на работу, и больше этих усилий тратить не нужно. А те силы и ту энергию, которую вы сохраняете, при этом вам нужно тратить просто на другую… на другой вид деятельности, и, собственно, этим вы и будете выигрывать. То есть, работа не очень сложная, как я понял, зарплата маленькая, но вы можете обеспечивать себя другими путями. Главное – понимать, для чего это нужно. Так, ну, в общем, если про смену работы, придется взять другой город, где, точно не сладко, зарплата в конвертах – съемная квартира. Ну, съемная квартира действительно очень хорошо, а вот почему зарплата в конвертах – негатив, если честно, непонятно. Скажите, с чего начать? Ну, на самом деле, начать, ну, именно с травмирующих факторов – это совершенно точно. то есть, вот, с чего все началось? Вот эта вот ваша такая темная полоса, да? С чего она началась? Когда у вас все было хорошо? И когда начались проблемы? Потому что, похоже, это все очень сильно на линейный комплекс. То есть, одно цепляет на другое, одно проезжает на другое, другое проезжает на третье и так далее, далее, далее. И можно сказать, что то, к чему вы сейчас пришли – это следствие определенных неудач, определенных ударов в отношении определенных призываний, которые не были должным образом перешиты, проговорены, осознаны и не было извлечено урока и опыта из них. Ну, и, соответственно, чрезмерная проекция у вас идет как с себя на других, так и на себя у других. Такая подобная линия поведения тоже ни к чему хорошему привести не может. Соответственно, вот с этого вам и нуля начинать. То есть, по сути дела, проанализировать первичный травмирующий момент. И надо сказать, что сами вы этого не сделаете, надо сказать, что вам рекомендуется работа с психологом и регулярная работа с психологом, потому что проблема у вас не одна. Проблем там достаточно много. Это и страх, как я понял, и проблема с мотивацией, проекспинация, и недостаточно проработанная модель женского поведения, и, собственно, недостаточно оформленное положение во всем отношениях в личной жизни. И для того, чтобы быть в личной жизни, нужно быть личностью. А личность – это свободное в своем выборе существо. Личность – это самодостаточное существо. Личность – это существо, которое, как бы, не боится сделать выбор. Личность – это существо, которое не нуждается априори в других людях. Я имею в виду в каких-то вот потребностях, таких вот серьезных. То есть не нужно думать, что это прям, прям, вот такая вот. Вражда должна быть социумом – нет. Вот. То есть вот так вот вам и научно двигаться. У вас цели есть, желания есть, просто они подавлены, они подавлены конфликтом, они подавлены фрустрацией, соответственно, фрустрацию нужно снять. На этом все. Надеюсь, что помог вам. Если какие-то вопросы у вас остались, буду рад помочь. Пишите в личку. А если вам понравился мой ответ, буду благодарен, если сделаете его лучшим. Желаю вам всего самого доброго и удачи.